с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 13 декабря и сразу родившихся в этот день в 1720 году в этот мир приходит карло годзе итальянский писатель и драматург автор сказочных пьес которые используют фольклорные элементы сюжета и принципы комедии дель арте выборе персонажей масок генрих кейна родился 1797 году немецкий поэт публицист и критик он считается последним поэтом романтической эпохи и одновременно ее главой он сделал разговорный язык способным клирике смог поднять фильет он и путевые заметки до художественной формы и придал ранее незнакомую элегантную легкость немецкому языку на его стихи писали музыку известные композиторы шуберт шуман вагнер брамс чайковский и многие другие чтобы спящих не встревожить не вспугнуть примолкших гнезд тихо по небу ступают золотые ножки звезд 1816 год в этот мир приходит эрст вернер фон сименс немецкий электротехник основатель концерна а в 1873 году валерий брюсов русский поэт прозаик драматург переводчик литературовед критик и историк один из основоположников русского символизма я плакал безумно ища идеал я струны у лиры в тоске оборвал где же ты счастье цветок кровяной беззвучно качнулся паник надо мной 1908 год день рождения ростислава плята актера театра имени моссовета народного артиста ссср героя соцтруда в 1930 году родился николай рыбников актер хорошо известны нам по множеству работ но главные из них весна на заречной улице и конечно же высота ну а теперь о событиях 13 декабря 1642 год голландский мореплаватель абель янсон тасман отправившийся с экспедиции для исследования австралии открывает обогнув запада новую землю и называет ее новой зеландии на пути же к ней он сначала открыл остров который впоследствии как вы понимаете был назван его именем тасмания не зная еще что это не австралия а остров возле нее и сразу вслед за новой зеландии открыл еще южную группу островов тонга 1907 год первый полет вертолета он был создан французским инженером полем корню в 1907 вертолет был выполнен по схеме с двумя винтами приводимыми в движение двигателем мощностью 24 лошадиных силы который обеспечивал скорость вращения лопастей в 90 оборотов в минуту масса пустого аппарата 203 килограмма взлетный вес 328 основное достижение корню составила в попытке сделать вертолет управляемым что и привело его к успеху во время испытаний вертолет смог подняться на высоту около полутора метров и продержался в воздухе 20 секунд практического применения аппарат не имел но впереди вертолетную технику ждала большое будущее 1957 утвержден текст торжественной присяги советских пионеров помните я имя фамилия вступая в ряды всесоюзной пионерской организации имени владимир ильича ленина перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину жить учиться и бороться как завещал великий ленин как учит коммунистическая партия всегда соблюдать законы пионеров советского союза 1971 на экраны выходит нелирическая комедия режиссер александра серого джельтемены удачи который снимается евгений леонов георгий витсен савелий краморов раднер муратов в 1979 политбюро цккпсс официально принимает решение о вводе советских войск в афганистан отстранение от власти а затем убийство в октябре 79 тараки основателя народно-демократической партии афганистана и первого руководителя демократической республики были расценены в кремле как контрреволюционный переворот вечером 27 декабря спецгруппами кгб и отрядом главного разведывательного управления была осуществлена спецоперация шторм-333 в результате нее был захвачен дворец где размещалась резиденция нового главы афганистана амина а сам он был убит было спешно оформлено избрание генеральным секретарем цк ндп бобрака кармаля накануне нелегально прибывшего из ссср 1981 президент войсок ярузельский вводит в польше военное положение чрезвычайные меры предпринятые президентом предотвратили вмешательство в дела странные советского союза и стран варшавского договора по чехословацкому образцу но до сих пор поляки относятся к этому чрезвычайному положению очень и очень негативно 1983 покончил с собой министр внутренних дел ссср николай анисимович щелоков он был юбилейным 50-м главой мвд на посту министра находился 16 лет дольше чем кто-либо за всю двухсотлетнюю историю мвд он не обладал до назначения опытом работы в правоохранительных органах но зато был отличным организатором после смерти леонида брежнева главного покровителя щелокова на свет начали выползать и некоторые неприглядные факты из деятельности николая анисимовича например для обеспечения безопасности на московских олимпийских играх фирмой дайвер бенс были безвозмездно переданы мвд сср несколько автомобилей mercedes один из них щелоков оформил лично на себя еще три записал на жену и детей 1989 создается либерально-демократическая партия советского союза лдпсс жириновский главная фигура правоцентристская политическая партия в ссср так они позиционируют себя поскольку юридический запрет на многопартийность в ссср был снят только в марте следующего 90 года можно сказать что первые месяцы партия владимира вольфовича жириновского существовала нелегально а создание было объявлено по советскому радио в первых числах марта 90 года сразу же после объявления об избрании михаила сергеевича горбачева на должность президента ссср кстати в 90-м году состоялась премьера художественного фильма один дома американское семейство отправляется из чикаго в европу но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома одного из своих детей юное создание однако не теряется демонстрирует чудеса изобретательности и когда в дом залезают грабители им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой но еще одно событие подробно 2003 год в районе иракского города тикрит арестован саддам хусейн он скрывался в подвале деревенского дома близ селения от даур под землей на глубине около двух метров при нем обнаружили 750 тысяч долларов два автомата калашникова и пистолет вместе с ним были арестованы еще два человека 19 октября 2005 года начинается суд над бывшим президентом ирака специально для него в стране восстановлена смертная казнь 5 ноября 2006 высший уголовный трибунал ирака признает саддама виновным в убийстве 148 шиитов и приговаривает его к смертной казни через повешение саддама хусейна казнили 30 декабря 2006 года с вами был николай пивненко в проекте дата